Привет всем! В сегодняшнем видео уроке я расскажу вам как снять фейк коммершал виски с чаем. Все видео можно разделить на 4 этапа съемки. Контуры и просветления, поворота на платформе, выливание жидкости и пикшот с наездом камеры на бутылку. Сейчас я хочу снять кадр с выливающейся жидкости. Вместо алкоголя у нас будет чай. Все это будет снято с частотой 240 кадров в секунду. Поехали! Загвоздка этого кадра состояла в том, что я использовал бутылку другой марки, поэтому пришлось искать ракурс, в котором это различие не будет слишком явным. Еще одна сложность в том, что при таком приближении существует очень малая глубина резкости. Также потребовалось несколько пробных дублей для правильного выставления света таким образом, чтобы были четко видны контуры на жидкости. Так выглядит до и после. Теперь мне хочется придать граням особый контраст. Для того, чтобы подчеркнуть, подчеркнуть, подчеркнуть красоту бутылки, мне кажется так нормально. Теперь я хочу подчеркнуть особые красивые грани нашей бутылки, добавить контрастности и прибавить немного сочности. Будет примерно так. Кадры с контуром можно было снять как фотографию, так как динамика в кадре полностью отсутствовала и анимация была сделана на пасте с помощью масок, зуммирования, поворота, а также наложения слоев. Главное правило в этом случае не сдвигать ни камеру, и бутылку. Поворот на платформе должен полностью раскрыть наш логотип крупным планом, дать полностью считать марку и увидеть продукт в объеме. Сейчас у нас последний кадр. Он будет выполнен с помощью двух специальных устройств. Устройство номер один. Это слайдер. Устройство номер два. Специально подготовленные коробки. Коробки нужны для того, чтобы слайдер двигался под углом к нашей бутылке, для того, чтобы кадр был более интересным. Итак, схема света состоит из следующих элементов. Продукт стоит на черном глянцевом акриловом листе. Источники света по бокам продукта пропущены через рассеивающую ткань, для того, чтобы свет на бутылке был мягким. Позади бутылки три светодиодных трубки для прорисовки контура. Фон подсвечен двумя RGB светодиодными осветителями. Также на пасте был добавлен дым для придания атмосферности. Так выглядит до и после. Надеюсь, вам понравился видео урок. Если понравилось, поставь лайк и подпишись. Обнимаю. Пока.